Завтра, 30 июля, отмечается Международный День Дружбы. Мы решили к нему подготовиться и обсудить нестандартную теорию о друзьях. Вкусовую. У каждого взрослого человека должно быть пять типов друзей. Кислый, горький, сладкий, солёный и приятный. Только тогда ваша компания может стать эффективной. Что же, вопросов много. Зададим их нашей гости, психологу Наталье Толстой. Привет, Наташа. Доброе утро, друзья. Как тебе теория? Вкусная вообще? Замечательная теория. Рациональное зерно? Она совершенно верна, потому что, когда мы готовим какое-то блюдо, а группа товарищей, объединённая Дружбой, это как раз произведение искусства, кулинарный шедевр, то, конечно, мы добавляем туда специи, для того, чтобы был истинно правильный вкус. Конечно, если мы будем общаться только с одной категорией людей, мы будем очень сильно выгорать. Будет приторно, если много сладкого, например. Мы сами-то тоже испытываем разные эмоции и разные потребности в иные периоды своей жизни. И кому-то надо пожаловаться, кому-то нужно похвастаться. Наташа, давай рассмотрим все пять типов этих друзей и начнём со сладкого. Сладкий друг – это человек оптимистичный. Он рассказывает нам, что всё не так плохо, как кажется. С ним можно сказать всё, что угодно, не думая, что ты говоришь, и даже глупости, и он поймёт и простит. Поправит, и всё. Он скажет, всё нормально, всё хорошо. Подобный друг нужен с детства, потому что в юношеском возрасте очень часто мы впадаем в такие грустиночки, грустиночки ловят, особенно девочки. И рядом обязательно должна быть солнечная подружка, которая скажет, всё нормально, всё хорошо. Такая, как ты. Точно, я сладкий друг, да. Солёные друзья – что за люди? Солёные друзья – это те, кто не церемонится и может сказать правду матку прямо в глаза. Он снимет розовые очки, потому что он такой реально смотрящий на вещи. Реалист, короче. Да, он покажет, где тебя обижают и как поступать не нужно. И сам будет в борьбу в это вступать. И тактику подскажет, и в самый нужный момент даст самый правильный совет. Идём дальше. Кислые друзья, какие они? Кислые – это, наверное, яркий представитель Ослика. Это меланхоличные люди, которые не видят иногда смысла в жизни, но от них очень много пользы тоже. То есть, когда ты испытываешь свои собственные переживания, именно он лучше других выслушает, поддержит. Или какая польза? Он будет очень долго слушать, он потратит очень много времени, он искренне будет сопереживать и, может быть, плакать. Ты увидишь эмпатию, ты поймёшь, что этот человек, ну, не жилетка, в которого можно вытирать свои эмоции, а единодушник вот в этот период жизни. Так, а горький тип, друзья, чем может быть полезен? Горький – это люди успешные. Я бы, наверное, представила кролика, у которого есть и сгущенка, и мёд, который расскажет, что пора идти, упрекнёт, если ты застрял, да. Это тот человек, к которому мы стремимся. Иногда даже он вызывает зависть, потому что он очень правильный, он может быть очень красивый, или состоятельный, или всё в одном флаконе. Но дружба-то этим и отличается, что в бане все рядовые, и когда встречаются люди вместе, они убирают свой статус, чтобы они понимали, мы из одного леса, мы из одной сказки. Тут надо понимать, что любая дружба, она взаимовыгодна. И не все осознают, что удовольствия от общения люди получают больше, чем того, что они что-то потерпели, какие-то изъяны характера. Ну, может быть, через чур человек фонтанирует эмоциями, хорошими или плохими. Всё равно в каждой дружбе все в одном приблизительно статусе. Есть ещё один тип людей, приятный. Что это за тип такой? Где всё в одно сложилось? Да, всё правильно. Когда сливаются абсолютно всё, человек адекватный. Он на первое место не ставит свои мозги и не получает других жить, но у него всегда можно спросить. Это именно он всех обзвонит, напомнит о том, что день рождения и пора собраться. Именно он соберёт деньги на общий подарок, для того, чтобы он порадовал того, кого одаряем. Именно этот человек чаще всего знает все новости всех друзей разных психотипов. Он универсален, в том-то и смысл. То есть с ним можно и в магазин сходить, и на море поехать, и он не будет напрягать. Но я тебе задам сейчас, наверное, самый сложный такой философский вопрос. В чём секрет многолетней дружбы? Хорошо, когда все прекрасно понимают, зачем мы дружим. Мы дружим для защиты и лёгкой выгоды. Мы в любом случае друг от друга должны что-то получать. Кто-то реально делает дела, кто-то тратит время, кто-то силы, у кого-то знания, у кого-то связи. Мы не будем кривить душой, если в одни ворота всё время идёт дружба, то она через некоторое время как ручеёчек высыхает. Надо знать четыре самых основных закона дружбы. Нужно понимать, что есть дистанции, и все участники вот этой дружбы должны понимать, что мы не должны осуждать в глаза другого человека. Мы должны сосуществовать, мы должны прорастать и понимать. Не прощать, а понимать. Это очень важно. Это первое. Да, первое. Второе – это интимность. То есть, если я тебе что-то рассказываю, это не значит, что ты положил трубку и тут же начал звонить всем друзьям или где-то слил мою тайну. Всё-таки интимность вот этих разговоров, застольных или друг с другом, имеет огромное значение. Очень много дружб разрушилось именно из-за ненужной болтовни. Дальше – это соблюдение личных границ. Есть такие подружки, которые будут прийти в 10 утра, начинать есть, пить, и мужьё уже говорят, можно мы подружечку чуть подвинем? И она должна понимать, что у неё есть возможность общаться только тогда, когда ты визу выдаёшь, и обижаться на это совершенно не нужно. И оставаться самими собой. Если мы подстраиваемся под друзей, продумываем, что мы будем говорить, боимся их, это нужно понимать, что нужно сделать шаг назад и оставить их в приятелях. Обязательно каждый человек должен понимать, я в этой группе для чего-то. И если мы это будем осознавать, то каждый сделает столько, сколько он может, и ещё с добавкой. Наташа, спасибо тебе огромное. Прекрасная теория. С наступающим днём, друзей! Всем вкусной жизни, друзья! Любви и добра!